Это программа «Потенциал». Прежде всего, давайте начнем с АЗОВ. Страховые взносы. Какие компоненты они имеют? Сколько их видов? И каковы их размеры на 2018 год? Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. В Крымской Республике по системе государственного социального страхования производится сбор социальных отчислений. Если говорить в общем порядке, для юридических лиц она установлена в размере 27 и 25% от фонда оплаты труда. Из этого размера страховых отчислений 0,25% это идет фонд оздоровления трудящихся, 2% фонд обязательного медицинского страхования и 2% государственного накопительного пенсионного фонда. Остальные проценты идут в пенсионный фонд Крымской Республики. В данном случае, например, ранее в ваших материалах было, что от перераспределительной пенсионной системы Крымск перешел на условно-накопительную индивидуальную пенсионную систему. В чем разница между этими двумя системами? Условно-накопительная пенсионная система была введена с 1996 года. Условием для этого введения стало введение персонифицированного учета граждан и их социальных отчислений. То есть ранее, до этого периода времени социальные отчисления не учитывались в индивидуальном порядке и их суммы шли в общий котел. После введения персонифицированного учета для каждого граждан заведено личный страховой счет, где идет учет страховых взносов и условное накопление этих средств. В этом различие идет двух систем. Поскольку мы знали, что пенсии можно накапливать как в государственную систему через социальный фонд и также существовали не государственные пенсионные фонды, то есть такое еще новое понятие, как государственный накопительный пенсионный фонд. Является ли он подразделением социального фонда и какие функции он несет в отличие от социального фонда? Первоначально, в соответствии с законом об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по госсоцстрахованию в Крымской Республике, государственный накопительный пенсионный фонд был создан со стороны социального фонда в качестве целевого фонда, в котором идет сбор или, так сказать, аккумулирование средств пенсионных накоплений. Это страховые взносы и инвестиционный доход граждан. Но по истечении времени социальный фонд, принимая во внимание, что управление инвестиционными ресурсами – это довольно трудоемкий процесс и требует динамичных действий со стороны управляющих персон. Им было создано отдельное учреждение подведомственное социального фонда, которое является самостоятельным юридическим лицом, но однако оно при социальном фонде. На сегодняшний день сколько существует негосударственных накопительных пенсионных фондов? На сегодняшний день, по информации, предоставленной Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком, на рынке Кыргызстана есть один накопительный пенсионный фонд. В прошлом году мы говорили в программе о том, что Вы объявили конкурс. Сколько компаний участвовало в Вашем конкурсе и кто выиграл этот конкурс? Да. В течение 2017 года был объявлен дважды конкурс по отбору управляющих компаний для организации доверительного управления средствами пенсионных накоплений. К сожалению, оба раза они не состоялись. Мы не дошли до результата, который мы надеялись. Там были различные причины, но в основном нужно сказать, что интерес со стороны управляющих компаний, которые являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, был проявлен на достаточно высоком уровне. Первый раз участвовали три компании, потом уже дошло до пяти. Однако участие было неполноценно, ввиду несоответствия определенного требования законодательства, и в конечном итоге была выбрана только одна управляющая компания. Но, к сожалению, данная управляющая компания также, ввиду очень сложных требований, которые надо соблюдать и в процессе отбора этих компаний, и в дальнейшем при управлении в целях обеспечения сохранности средств пенсионных накоплений наших граждан, данная компания отказалась от составления договора по доверительному управлению. — Скажем так, по итогам проведенного конкурса, что-то изменено в порядке проведения конкурса, и, может быть, изменены требования? — Нет. В настоящее время Государственная служба по регулированию и надзору за финансовым рынком разработана проект постановления, которым предусматривается внесение изменений в так называемый порядок, правил проведения этих конкурсов, но они не направлены на смягчение или изменение требований. Там идет только упорядочение процессов, и чтобы этим компаниям было легче подготовиться к данному конкурсу, и чтобы процедура самого конкурса была более понятной как для организаторов конкурса, так и для участников. В настоящее время данный документ находится на рассмотрении руководства правительства, и после принятия решения может быть она опубликована в средствах массовой информации. — Граждане нашей республики получили право выбора, управляющей компанией, которая будет использовать 2% от пенсионных накоплений и вкладывать в какие-либо инвестиционные ресурсы. Сколько человек воспользовались этим правом? — Принимаю во внимание. Данное право законодательно предоставлено нашим гражданам, но ввиду отрицательных результатов по вышеуказанным конкурсам мы не смогли предоставить им перечень управляющих компаний. То есть социальный фонд своего рода заложен в ситуации. Мы гражданам должны дать эти списки, но самих компаний этих нет практически. Это как бы результат некоторой неразвитости нашего финансового рынка, и поэтому нашим гражданам не удалось осуществить данное право свое реализовать. Однако у нас есть на параллельное право выбора управляющей компании есть право выбора фонда пенсионного. То есть можно на пенсионный фонд частный выбрать и перейти туда. В прошлом году, практически к концу года, данным правом воспользовались 4 человека, и их заявление сейчас на данный момент находится на рассмотрении в региональных органах социального фонда, и ближе к марту они поступят в центральный аппарат, и в течение месяца они будут принять решение по удовлетворению их выбора или нет. Если будет удовлетворено их заявление, то будет осуществлена передача средств пенсионных накоплений в эти фонды. – Когда граждане приобретают страховые полисы, пенсионные накопления учитываются в этом размере страховых полисов в оплате, либо это нужно дополнительно делать на накопление? – Накопительная пенсионная система не участвует в основном в организованном секторе. То есть это юридические лица, бюджетные организации и так далее. Именно граждане, которые занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, они освобождены от уплаты страховых государств на накопительный пенсионный фонд, также не производят удержания со стороны крестьянских и фермерских хозяйств, которые работают без образования юридического лица. Индивидуальные трудовые предприниматели уплачивают государственный накопительный пенсионный фонд только в тех случаях, если они производят найм работников, и за них будут уплачивать. К сожалению, при покупке страховых полисов они не производят отчисления в государственный накопительный пенсионный фонд. – В этом случае граждане, которые работают за рубежом, так называемые трудовые мигранты, как осуществляются тогда их, скажем так, пенсионные накопления? – Когда мы говорим о пенсионном обеспечении трудовых мигрантов, у нас сразу же возникают вопросы относительно стран ЕС, потому что основная часть мигрантов находится там. В настоящее время идет процесс разработки договора о пенсионном обеспечении трудовых мигрантов. Я точно не знаю его по названию, но смысл в этом заключается. Но данный документ еще не подписан. Но идет работа по этому направлению. По другим странам, также у нас, к примеру, можно сказать, что идет работа по подписанию определенного документа по вопросам пенсионного обеспечения мигрантов с Турции. Но, к сожалению, тоже так же не подписано в данный момент. – В числе доходов, согласно закону Крымской республики о бюджете социального фонда Крымской республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 год, указаны также неналоговые доходы, в частности, это проценты начисленные. И размещенные временно свободных денежных средств указывается, что государственные цены в банке, но от Национального банка Крымской республики на краткосрочные депозиты. Краткосрочные депозиты, они размещаются в каких банках? – Осуществляется ли какой-то конкурс в отношении этих банков? – Да. В настоящее время со стороны правительства предоставлен перечень активов, так называемых, инвестиционных, в которые разрешено инвестировать в интерес пенсионных накоплений со стороны социального фонда, в том числе в депозиты в коммерческих банках. Размещение депозитов коммерческих банков осуществляется посредством проведения депозитного аукциона. Депозитный аукцион представляет в качестве процессов, где идет подача заявки со стороны банков заинтересованных, принятие депозита с указанием размера процентного дохода, который они готовы предоставить социальному фонду. И на конкурсной основе, кто больше даст, тому и осуществляется передача депозитов. Но необходимо учесть, что каждый банк предоставляет ежемесячно на основании генерального соглашения об участии на депозитных аукционах в своей финансовой отчетности. То есть каждый банк, который подает заявку на размещение депозита, уже проверен, и его анализ финансового состояния тоже уже произведен. А насколько банки активно участвуют в этом процессе? – Процессы довольно активны. По мере своей необходимости в финансовых ресурсах они подают. Бывает, на аукционы приходят 7-8 банков на одну сумму, бывает, только один банк подает. Но в таких случаях, когда конкуренции нет, мы отменяем проведение депозитных аукционов, переносим на другие даты. – Скажем так, также указаны среди доходов, например, дивиденды по акциям предприятий и доходы от их реализации, принадлежащие Социальному фонду. В отношении выбора предприятий, как выбираются эти предприятия и по каким критериям? – В настоящее время размещение средств миссионных накоплений, то есть средств ГНПФ в акции компании не производится. Данная информация касается тех акций, которые были переданы Социальному фонду в рамках помощи со стороны государства. Это в основном стратегические объекты, такие как аэропорт Манасск, Крыс, Телеком, все энергетические отрасли. И там, то есть это были не куплены, а переданы в Социальному фонду. И осуществляется работа по этим акциям. Они каждый год практически выплачивают дивиденды. Это информация про это. – Если как конкретно взять, скажем, работающий человек, который говорит, например, про 2% свои, может ли он узнать, куда вкладываются эти 2%, например? – Да, безусловно. Это ни в какой-нибудь случае не закрытая информация. Единственное, что может быть не предоставлено, это наименование банка в целях соблюдения информационной банковской тайны. То есть структуру размещения, какие сроки размещения, доходность, она размещается на официальном сайте Социального фонда и находится в открытом доступе. – Ну, и в заключение нашей программы вам слово. Для того, чтобы вы рассказали нашим слушателям, что им важно знать о своем страховых накоплении. – По средствам пенсионных накоплений в настоящее время ОСО строит вопрос о неинформированности наших граждан о наличии таких средств. Это особенно важно в отношении, к сожалению, у умерших граждан, которые и их наследники в настоящее время не знают, что у их отцов или у матерей, родителей были средства пенсионных накоплений. Я обращаю внимание наших граждан на необходимость обратиться в наши региональные органы в районах с заявлением с просьбой дать информацию с выписки личного страхового счета, где будет видно, есть ли пенсионное накопление или нет. Проверяйте свои личные страховые счета. И по мере, если есть, то обращайтесь за выплатой. Также данные средства выплачиваются при выезде на постоянное место жительства за пределы страны. И также при основном, конечно, выплаты будут идти в отношении граждан, которые выходят на пенсию в соответствии с законом о государственном пенсионном социальном страховании и законом о пенсионном обеспечении военнослужащих. Уважаемые слушатели, сегодня в программе «Потенциал» мы говорили о накопительной части пенсии. Дело в том, что сама пенсия составляется из трех компонентов. Это страховая часть, базовая часть и накопительная часть. И мы сегодня более акцентировали внимание именно на накопительной части, то есть куда вкладывается, кто управляет этими, скажем так, пенсионными накоплениями. И в частности, Анамантемак Нурболотович, заведующий сектором по развитию накопительной пенсионной системы, он рассказал об этих методах. И также более подробно вы можете, конечно, прочитать нормативно-правых актов, касающихся пенсионного социального страхования. И по возникающим вопросам, куда и к кому они могут обратиться? По возникающим вопросам, у нас есть социальный фонд, действует колл-центр номер 1202. Обращайтесь по любым вопросам, у нас компетентные специалисты сидят, они сами ответят. Если не смогут ответить, они перенаправят к сотрудникам социального фонда. В отношении интернета, люди могут посмотреть, например, скажем, свои страховые счета уже с интернета? Свои страховые счета в настоящее время данная функция недоступна, однако с недавних пор у нас действует возможность получения выписки личного страхового счета со страхового лица на электронную почту. Для этого гражданам необходимо обратиться с заявлением, регионального органа социального фонда, и в самом заявлении указать на адрес электронной почты. В последующем на постоянной основе выписка будет ежегодно приходить на данный электронный адрес. Уважаемые радиослушатели, сегодня в программе «Потенциал» у нас участвовал Мурзахматов, он является заведующим сектором по развитию накопительной пенсионной системы социального фонда Кыргызской республики. Я благодарю вас за участие в нашей программе. И по указанным контактным данным, которые вы сказали в нашем эфире, наши граждане смогут уточнить, скажем, как систему начисления пенсии, так и накопления, потому что существует право выбора, скажем так, управляющих компаний, и в особенности, например, что эти средства пенсионных накоплений можно будет передавать уже наследникам и, скажем так, уже кому-то забирать при выезде за пределы Кыргызской республики. Насовершенно. Ну, на этом наша программа «Потенциал» подошла к концу. Напоминаю, что завтра в 17.10 мы встретимся в эфире уже с сотрудником Министерства юстиции Кыргызской республики в рамках серии передач по правовой грамотности наших граждан. До свидания. До свидания.